Утренний гость Друзья, как мы говорили ранее, что-то я сегодня прям волнительный у меня такой эфир А все потому, что у нас вот интересный материал в теме, поэтому, собственно говоря, прикоснулась к чему-то такому божественному И о чем вы ранее говорили? Да, говорил, что Максиму тема глины близка, а все потому, что вот этими руками Вот этими? Да, вот этими сочными руками он сотворяет вот такую вот красоту Сейчас ты мне делаешь какую-то псевдорекламу, друзья На самом деле глина с древнегреческого переводится еще как керамика И вот именно керамики хочется посвятить дальнейший разговор у нас наконец-то в гостях замечательный человек Ольга Якулева, она является, Оль, подскажи, дизайнер-керамист Ну да, по основной специальности я дизайнер И вот совсем недавно, года два назад, я открыла для себя чудесный мир керамики Керамики или глины, друзья Вот эти вот кружечки как раз-таки Ольга сама делает, расписывает и еще и учит делать любого желающего И они, если ты хочешь прикоснуться непосредственно вот этими руками к глине И не просто как кружки взять, попить, а сделать самостоятельно, то вот, пожалуйста, можешь Вот казалось бы, обычная кружка, да? Но на самом деле, вот я приглядываюсь, это вытречная работа Ну да Как вы начали этим заниматься? Как пришло вот это творчество к вам в вашу жизнь? Ну, пришло, наверное, очень давно, лет 10 назад, когда я училась в институте У нас были занятия небольшие именно по керамике Потом я это забыла, занималась дизайном И вот буквально два года назад обстоятельства так сложились, что появился гончарный круг Появилось учебное заведение, где можно было обучиться этому Ну и вот так вот она вошла в керамику А я думал, ты перечитала сказку на ночь, принцы нищие Вспомнила, как, собственно, принц лепил горшки, продавал, и потом пошла в лепи Ну, ты знаешь, продавать горшки, конечно, это очень, да, здорово Ну, мы специализируемся не только на горшках То есть вот такому искусству может научиться абсолютно любой человек Ну, это ремесло, а ремеслу, в принципе, может обучиться всякий И даже дети И даже дети, естественно Получается? Получается, ну, вот у меня старший сын, ему 8 лет Вот такую вот вазочку он вполне, ну, за полчаса времени поднять сможет Отличное хобби, я считаю Даже можно семейное сможет Мама, дочка, папа идут и делают А самое главное, что оно полезное во всех смыслах слова Потому что глина содержит в себе очень много микроэлементов Которые необходимы нашему организму И, например, у людей, которые постоянно у гончарников занимаются с глиной У них никогда не бывает ревматизма Ого, вот это факт Да, вот в Европе еще во многих реабилитационных центрах, которые связаны с травмами кистей, предплечья Занимаются именно на гончарном круге Ну, наверное, психологически как-то это так успокаивает, да? Терапия какая-то такая Ну, вот для меня, в принципе, это уже работа Вот приходил Максим, я думаю, тебе понравилось, да? Вот это вот ощущение Мне безумно нравятся эти ощущения Я с тобой делился еще детскими впечатлениями Когда, мне кажется, многие из зрителей вспоминают свои детские ощущения Когда ходят в любой водоем, содержащий, ну, который есть в любом у нас в селе И где глина, собственно говоря, вот это ощущение, знаешь, мягкости и вязкости И что-то такое из детства Но мне хочется обратиться вот внимание как раз-таки на те изделия, которые ты творишь собственными руками И помогаешь творить людям Они разного цвета И мы говорили, что глина, в зависимости от своего состава, может быть разная И зеленая, и красная, и желтая, и голубая А вот скажи сразу такой вопрос Из голубой глины можно горшок слепить? Ну, вообще, цветная глина, если вот она имеет там какой-то голубой, ну, ненатуральный, скажем так, оттенок Там в любом случае находится пигмент То есть это либо оксид хрома, оксид железа Вот красная глина, которой у нас, в принципе, большое довольно-таки количество в регионе Там очень много железа Поэтому она насыщена вот такого красного цвета Что такое ты сейчас взяла в руки? Очень красивая, безумная Это раскрашено или это чисто глиняный цвет? Ты знаешь, это самый, наверное, натуральный кувшин Потому что он не покрыт глазурью Здесь использована техника молочения То есть сначала лепится горшок, затем он обжигается до красного состояния Затем обливается молоком и ставится в духовку Прямо настоящим молоком? Да, обычным молоком Чем жирнее, тем лучше Ставится в печь снова минут на 15 И получается вот такая вот поверхность Причем, если ты наливаешь туда либо воду, либо молоко Она не впитывается То есть это самое экологичное Это из древности, когда не было глазурей Обливали именно так, декорировали А сколько уходит времени, чтобы создать, ну, допустим, вот такую кружку? Ну, у меня, наверное, уйдет минут 5-7 А у такого человека, как я, например Который придает в первые минуты в 20-25 Значит, можно за день сделать так кружек Ты решила сейчас обращать кончанные кружки продавать, лепить, да? Фирменные Фирменные Ну, вот у нас фирменная кружка, это Ван Радио, между прочим А что еще Максим сделал своими руками? Потому что здесь представлено много, да? Мне кажется, сейчас на фоне таких потрясающих вещей, которые представила нам Ольга Из старой техники молочения Не надо показывать то, что я делаю Вот это вполне достаточно, друзья Вот это вот как раз таки то, что моими руками возможно было сделать Я думаю, что для вас тоже не составит труда Если вы придете, обратитесь к специалисту, который вас научит Получите массу удовольствия Я вот, знаешь, припоминаю из того, как раз таки курса Когда учил, я читал про глину Что как раз таки в древности, очень-очень-очень давно использовали масло Вот, видимо, молочение, это как раз таки покрытие вот этим жиром Да, после того, как обмолоченный предмет выходит из печки Его покрывают льняным маслом То есть это придает особую привлекательность, изделие блестит, но и опять-таки не впитывает воду Ну, это очень безумно красиво по мне, так и стильно, и очень как-то вот это все в тему А рядом стоящее лицо, это что? А рядом стоящее лицо, это чайник Это, наверное, тоже пришло к нам вот с Натальей Александровной, с которой мы лепили Из древности вот эти вот идолы Нет, мы, конечно, не поклоняемся язычеству, но вот почему-то это пришло И тут была целая серия их Такие вот скандинавские были чайники Оль, есть ли у вас музей, или где это все хранится, куда можно прийти посмотреть Или как-то вы раздариваете все? Раздариваем тоже, конечно Прийти посмотреть в мастерскую, поучиться этому, вытянуть для себя чайник, вазу, крынку, пожалуйста Вытянуть, знаешь, почему вытянуть? Потому что глина сначала формуется в такой столб, как он называется правильно? Так он и называется Столб так и называется, а потом из него давится вот так вот И уже в ложке такая получается Да брось, я вот тут сижу, так и мне И пальцами потом начинается вот твое творение Но вот этот, я хочу тебе рассказать секрет, что этот чайник, он, конечно, слеплен вручную, не на гончатном круге То есть заготовка сначала на гончатном Нет, ну да, то есть заготовка на круге А потом все остальное уже, да, лепливается и очень вот так интересно получается красота Ты знаешь, оригинальный подарок Удивишь, когда придешь и скажешь, что я сделала это своими руками Может быть даже что-то вырезать там или надпись какую-то сделать, то это очень оригинально Друзья, прежде всего вы удивите себя, если пойдете лепить это все Потому что это безумно увлекательное, интересное и тактильное ощущение, которое вы получаете И потом, если вдруг это что-то получилось эстетично, ну, вам, по крайней мере, нравится Это просто безумие и щенячий восторг И еще я слышала то, что некоторые молодые люди даже назначают свидание За гончарным кругом Да, в гончарной мастерской, они только вдвоем и, ну, конечно же, мастер И вот это вот все, вот эта красота, они вдвоем это делают Правда? Приходят парочки? Ну, вот до нас, наверное, это еще не дошло Но в Петербурге это очень большой популярностью пользуется Когда приходит именно, к примеру, пар, которая собирается пожениться И вот как раз на круге они лепят свое будущее счастье, можно сказать так Это либо тарелка для колец, либо это вот какой-то сосуд Который потом в ходе свадьбы играет какую-то роль Интересно даже Да, они вдвоем, да, сидят за кругом и вытянут Оль, ну у тебя вот не только молоченые творения стоят на стойке Еще есть какой-то белый цвет поделки, если можно так сказать И другой какой-то горшочек, я вижу Да, ну вот здесь вот обычная глазурь То есть если вот здесь вот поверхность матовая То здесь мы уже видим блестящую глазурованную поверхность Это как раз-таки то, чем сейчас заменяют молочение То есть если раньше молочили, сейчас обливают глазурью Многие, наверное, слышали о таком слове, как майолика То есть это покрытие цветными глазурями Вот как раз сейчас оно очень популярно, очень модно Наверное, у всех дома есть майоликовые тарелки Еще один тут вид Совсем недавно я им увлеклась, хотя до этого, ну вот Как-то равнодушно к нему относилась Это японский вид, называется он нерекоми Это когда берутся 2-3 вида глин разного цвета Они сминаются в разных частях и на круге вытягиваются Вот такие вот получаются Как будто планета какая-то Кто-то говорит, что похоже на мрамор, кто-то говорит, что похоже на слои пород Ты знаешь, сначала издалека, что это разрисованное просто Это, оказывается, из двух сортов глин Это, друзья, видимо, из белой сейчас, Оль, мне не даст соврать И из красной, как раз таки глин И интересно, по каким-то своим свойствам они различаются, вот по воздействию на человека По воздействию на человека? Ну, наверное, в гончарном искусстве, наверное, нет То есть здесь мы рассматриваем глину чисто как материал для лепки, для создания Но кроме глин полно еще различных материалов Это и шамот, это и фарфоровая масса То есть их великое множество Оль, ты сегодня будешь нам показывать, что можно сделать из глины Либо как это можно, например, придать какой-нибудь заготовке красоту в прямом эфире? Ну, наверное, да Краски подглазурные у нас есть И я думаю, что-нибудь мы сможем нарисовать В общем, тему майолики мы продолжим совсем скоро С вами, друзья, с нами Ольга Яковлева Керамист и специалист во всех широких смыслах слова Ольга не только делает из керамики потрясающие такие вот вещи, но еще и расписывает Красиво этим она сегодня будет заниматься Совсем скоро мы это увидим, как это получится Ну, а мы учимся, Максим, и я, наверное, тоже приду к вам Тоже поучусь, тоже сделаю какие-нибудь кружечки Так что оставайтесь с нами, друзья Это будет Дельники Шоу Самое интересное, актуальное все здесь Добрым утром, еще раз Утренний гость Утренний гость Утренний гость Утренний гость Продолжаем эфир Воду и краски Продолжаем эфир, да, друзья Говорим сегодня о глине, о керамике Да, мы вот так неожиданно, друзья Получилось, что мы ушли и вернулись Но это прямой эфир Очень здорово, что он именно такой Воду тебе нужно будет Да, мне надо воду, кисти и краски Но пока что вот не смогли мы вот перейти на музыкальную паузу Что-то, видимо, произошло Давай поговорим о том, какие можно вообще еще делать вещи Вот лежит какой-то лепесточек, листочек, что это такое Расскажи, какие бывают виды, может быть, покрытий, глазури Майолику продолжим Я знаю, что Майолика пришла к нам из Древней Италии Да, средиземноморская Майолика Я же приходил на мастер-класс, конечно Я потом еще и читал про это, про все Я же готов сегодня к глиняной теме Не только вспоминала водоемы, когда я в детстве Голушом там купался Майолика и разные лаки, краски используются в тобой Да, майолика – это обычные цветные глазури, которые покрывают изделия То есть там может быть нанесен какой-то цветочный орнамент Может нанесен быть какой-то геометрический орнамент Все это очень красивое, яркое, разноцветное И в последнее время очень много появилось в мире керамистов эффектарных глазурей Почему эффектарных? Потому что когда их кроешь, создается эффект Эффекты бывают разные Есть эффекты золота Вот сейчас у меня в руках перо Которое скоро будет вашим, совсем-совсем скоро Да, как его можно использовать? Как его можно... Я сначала расскажу про глазурь Здесь использована эффектарная глазурь павлин То есть она при кручении изделия вот такие вот создает переливы и пятна Покажи чуть-чуть в камеру, чтобы люди могли тоже видеть Вот сюда Как это все блестит, как это создается Вот фактура действительно Это перо А эффектарный, ты говоришь? Да, эффектарный от слова эффект То есть различный эффект Может быть эффект бензиновых пятен Может быть эффект красной лавы Эффект павлина, опять-таки переливчатый эффект Эффект звездной ночи Вот давай раскроем секрет Наверняка сегодня очень много техник различных И вот этих лаков красок, которые используются, чтобы появляться все больше и больше Можно ли при обжиге, при обжиге предугадать, насколько будет цвет таким, который ты хочешь получить на выходе? Очень интересный, Максим, вопрос Да, я знаю И ты знаешь Совершенно не попадают Глазури растекаются В общем, ведут себя очень иногда плохо Мне вот интересно Получается ли сделать изделие так, как оно запланировано И делаете ли вы по какому-то рецепту, по каким-то параметрам, размеры соблюдая Или вот получилось творение такое, как вот от души Что получилось, то получилось Ну конечно, если это заказ, то да, естественно, мы отрабатываем сначала эскизы Прописываем их в цвете и уже затем готовим на черепочках мы обжигаем глазури То есть это такие небольшие заготовочки, куда наносится глазурь Обжигается, вынимается из печки Мы смотрим, какая глазурь как себя повела И уже на оригинале мы пытаемся приблизить это к идеалу А так... Раскрой секрет самого сложного у тебя заказа в плане того, что вот, например, ты пыталась получить исключительно розовый оттенок, а он не получался Ну я имею в виду вот в плане непредугаданности Или не помнишь? Даже не помню, наверное Все хорошо, все-всем довольны Ты знаешь, вот я работать начала с глинами вот с этими совсем недавно Она до этого работала с не русской глиной, сейчас с русской То есть у наших глин очень большая усадка То есть усадка... Что это означает? Вы лепите изделие, оно получается, к примеру, ну вот такой вот формы Все понятно После сушки оно усаживается, после обжига оно еще усаживается То есть вот у наших глин очень большая усадка, процентов 15 То есть изделие уменьшается То есть она содержит много воды? Да Скорее всего так Ну а раз мы заговорили о самом необычном, да, вот цвете Может быть, Оля поделится о самом необычном заказе или творении, что было сделано или сложно Или самое большое, массовое по размерам Я расскажу, наверное, даже покажу У меня, по-моему, есть здесь Вот у кого-нибудь из ассистентов хочется попросить, чтобы нам подали Раз уж мы не уходим на музыкальную паузу Чтобы действительно в эфире появился у нас какой-то интересный объект новый И Ольга рассказала Да, я расскажу Это небольшая картина, которая находится на дереве Керамический ангел, он сидит Спасибо большое Иногда в голове созревают такие вещи, которые ты хочешь быстрее сделать То есть выплеснуть Вот сидит идея в голове И ты думаешь, как же ее воплотить в бумаге, в керамике, в дереве И приходят вот такие вот интересные вещи То есть тут была идея Светлой Пасхи И мы решили сделать такую серию ангелов То есть они у нас разные Архангелы, ангелы В общем, вот такая вот очень интересная вещь То есть не только из центрованного материала мы лепим, но и лепим из пластов А что сложнее? Сложнее, наверное... Для меня сложнее лепить из пластов Потому что это все-таки очень тонкая ювелирная работа Здесь нужно думать, здесь нужно придумывать А за кругом сел, слепил, вытянул, растянул форму Ну тут уже художник вот как бы Да, здесь уже художественная полностью работа Работа с теком, работа руками Ну и она очень такая ювелирная Самое, что мне нравится, использованы натуральные материалы Которые очень хорошо, по мнению моему, сочетаются Дерево и глина А это вот что? Это какие-то... Это краски? Это глазури Это глазури А вот смотри, эмали и глазури Чем они отличаются? Это одно и то же Это одно и то же То есть, да, их начали называть эмали Эмали, теперь это глазури Понятно Давай тогда проясним, знаешь, какой вопрос Вот есть у нас, например, у всех дома фаянсовые тарелки У кого-то было раньше модно, в особенности во времена наших родителей и бабушек и дедушек Ставить какой-то фарфор И есть фарфоровые тоже вот вещи В принципе, это все глина, чем отличается? Ну, содержанием веществ, которые находятся То есть, в фарфоре, к примеру, нет вообще оксида железа То есть, за счет этого он белый, прозрачный Вот, ну, в Китае придумали фарфор Наши потом тоже, по-моему, да, друг Ломоносова тоже изобрел формулу Точно не могу сказать, кто изобрел Но я точно знаю, что фарфор, для того, чтобы он был прозрачным Он выпекается при очень больших температурах Как раз-таки он оплавляется И именно оплавка помогает или преобразует его В такой материал, как стекло, и он вот просвечивает Как раз-таки, если хотите вы проверить, настоящий фарфор или нет Смотрите на какой-нибудь свет Если просвечивает руки, то фарфор как раз-таки настоящий А фаянс? Фаянс это тоже практически та же белая глина Почти тот же ведь имеет состав Но только вот обжиг другой и еще что-то там Да, там, ну вот вся плитка, которая у нас есть дома Фаянсово и санфаянсово Там идет одинарный обжиг То есть это, если это изделия какие-то более декоративные Там два обжига Сначала идет просто обжиг Получается матовая поверхность А потом мы уже глазуруем В фаянсе, в санфаянсе Все, что у нас дома, это одинарный обжиг Ну что ж, хочется посмотреть, как все это вырисовывается Конечно, как все создается Да, мне безумно тоже хотелось бы посмотреть После музыкальной паузы вернуться в студию И чтобы Оля нам уже показала Как своими рученьками можно создать потрясающий эффект И нарисовать на глине, на этом издревле знакомом материале Что-то интересное и красивое Так что оставайтесь с нами Не переключайтесь Это будильники шоу Музыкальная пауза Далее услышимся и увидимся Музыкальная пауза Пер джинь, пер джинь, тога чирлыне Пер лехлю на суд могом чине А оставатны сами иркине Кась сиренью на жарутныне Ча в биле чирлыне татныне И дилемле шоржат уныне Ча в биле чирлыне татныне И дилемле шоржат уныне Музыкальная пауза Шандар за юраду пурлине Шора цачун чере юрлине Шандар за юраду пурлине Шора цачун чере юрлине Шандар за юраду пурлине Замечательный утренний эфир У нас сегодня 14 марта на дворе Говорим про глин, говорим про керамику У нас в гостях Ольга Еклева Замечательный человек, дизайнер, керамист И художник во всех смыслах этого слова Очень потрясающе красивое Да, и Оля сегодня поделилась с нами Вот такими красивыми работами Которые налепил Максим А, Максим в том числе, да Таман Радио, кружечка Да, лично я узнала много Что глина, керамика, какие глазури Все вот это бывает Сейчас ты на меня так смотришь Узнала, но представления не имеешь Но мне захотелось окунуться в это искусство И тоже что-то налепить, смастерить Хорошо, что ты сказала искусство Потому что, видишь, когда искусство Это надо делать вот на таких вот табличках Как я сказал ты правильно-то Художественное Не вылепить, а что это? Слепить из пласта Из пласта, да Вот это сначала, видимо, скалочкой раскатать Да, ты же знаешь, да Скалочкой раскатать А, нет, вот этого я не видел А мы не делали Нет, мы с тобой нет Только накрубили Скалочкой, ну правильно Да, как тесто на пельмени раскатываешь, вырезаешь Ну, да, еще есть другое выражение Что глины – это тесто божье Вот как раз-таки вот так и получается Да, кстати Отлично, подарок к Пасхе Да, ну вообще подарки, конечно, замечательные Я вообще воодушевлен сейчас вот этими молоченными вещами Потому что, мне кажется, это настолько энергетический Какой-то теплый и правильный материал Ну, по ощущениям еще, да, стоит Причем глина, ведь она же очень быстро вбирает Вот необходимое количество тепла И забирать не нужно энергетику еще, считайте Да, и это мелкая моторика Все равно, вот даже если детки будут что-то лепить и делать Это, мне кажется, очень хорошо Да, приходят и дети Ну, а если, друзья, у вас весеннее настроение Как правильно за эфиром сказала Оля То все цветет и расцветает И в вашей душе Это различные краски, глазури, эмали И все такое прочее существует Для того, чтобы расписать Ну, не только такие вот кружечки У меня какого-то молочного цвета Он получился С золотистыми, между прочим, вставками А можно и различные другие всякие красивые вещи Ольга, спасибо большое за эфир Что скажете нашим телерадиослушателям На прощание Приходите лепить счастье Раскрашивать его в те цвета, в которые вам хочется И чтобы весна была яркой, красивой В общем, лепите, друзья, свое счастье своими руками А Ольга Яхлева вам в этом поможет Легко Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!